МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Здоров, я». С вами Валентина Мартынова. И сегодня мы говорим о лор, заболеваниях и их последствиях. Вот второй день, ух, правая болит. Уже ходила, не знаю даже что, замучилась. Ольга, пациентка клиники «Новые медицинские технологии». Жалуется на ноющую боль в правом ухе. Давайте я вас посмотрю. Наталья Григорианц, врач отреноларинголог клиники «Новые медицинские технологии». Стаж работы более 40 лет. Тщательный осмотр пациентки, проверка слуховых каналов, УЗИ-диагностика и вердикт врача однозначный. В данном случае боль в ухе спровоцировал нездоровый зуб. Отсюда боль и радиирует в ухо. Поэтому в ухо капли бесполезно. Капать надо лечить зуб. Медики констатируют – простудные заболевания, дискомфорт, боли в ушах и горле – этим летом симптомы обычные. Резкий перепад температур, дожди и прохлада – своё дело делают. С многочисленными недугами пациенты выстраиваются в очереди к врачам. Единственное, кому подходит такое лето, так это людям, страдающим аллергией на пыльцу. Вот настоящая погода, она для кого-то очень хороша. Наши левические линиты, манхиальная астма, они в эту погоду болеют. Они себя чувствуют намного лучше, чем ясную, солнечную, пыльную, сухую погоду. Там же много пыльцы в воздухе. Но ангины бывают не только в холодную погоду. Даже в жаркую они больше проявляются, и больше не встречаем их, потому что в жару легнет организм, хочется попить водички, особенно с холодильника холодненькую выпить. Это как раз момент, который провоцирует обострение хронического тензелита, хронического фаренгита. Но вот помимо резкой смены температуры и аллергических реакций, что ещё может летом спровоцировать такие заболевания? Такие заболевания, как хронические гнойные отиты, они могут обостряться после купания. Это очень важно. Знать таким больным обычно мы предупреждаем, что попадание воды в ухо всегда вызывает обострение, заболевание. Заболевание серьёзно ведёт к очень опасным для жизни осложнениям. В последнее время отариноларингологи бьют тревогу. Всё чаще к тяжёлым последствиям стали приводить вопиющие факты самолечения. Люди просто идут в аптеку и покупают капли. По принципу, помогло соседу, значит, поможет и мне. Тем самым ещё больше усугубляют заболевания. Приходят периодически больные с грибковыми поражениями уха, которые не видно в формации, в то, что там ухи. А назначают капли с антибиотиками, которые вредят заболеванию. Не то, что они помогают, они даже вредят больному. Без осмотра иногда трудно сориентироваться, что у больного. И можно ошибиться в назначении лекарств. Специалисты утверждают, опасным заболеванием может оказаться и обычный насморк. Бытует мнение, что насморк можно не лечить, через неделю сам пройдёт. Однако... Это при хорошей иммунитете. Он действительно проходит через 7 дней примерно. Но если он не проходит, то его лечить нужно обязательно. Потому что даже обычный банальный насморк, он может осложняться. Осложняться патология уха, потому что у нас ухо связано с носом непосредственно. Не зря объединили ухо, горло, нос. Насморк сопровождается отёком слизистой носа. И отёк распространяется на слуховую трубу. Она перекрывается. При глотании уже воздух не попадает в барабанную полость. Соответственно, имеющийся воздух в ней всасывается, в кровь падает давление. И это хорошо, если нет инфекции, в барабанную полость не попали микробы. В противном случае гнойных воспалений не избежать. Из-за патологии носа может заболеть и горло. Поэтому с насморком лучше не шутить и начинать его лечить с первых дней. Те же сосуды суживающие капли в нос, тёплое питьё, щелочное питьё желательно. Но у них там хорошо. И наоборот, подкисленные, с лимончиком попить. Обычно, где вторая, четвёртая группа крови, они хорошо переносят чай с лимоном. Согревающие повязки, ножные ванны. Это тоже отвлекающая терапия, которая в первые дни она помогает. Уж если это не помогло, тогда нужно идти к врачу. Итак, патология носа или насморк может стать причиной многих заболеваний уха или горла. Самолечение насморка допускается только в первые несколько дней. Самолечение боли в ушах недопустимо. Кроме того, она может быть вызвана, например, проблемой с зубами. И никакие обезболивающие капли в этом случае не помогут. Поэтому любой недуг в системе уха, горла, нос требует обязательного осмотра врача. Помните, правильное и эффективное лечение может назначить только квалифицированный специалист. В завершение мне остаётся добавить. Специалисты утверждают, несущественных заболеваний не бывает. И если ваш организм даёт сбой, обратите на это внимание. С вами была программа «Здоров. Я». Я желаю вам здоровья. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова